приветствую 10 чуток новостей если кому не интересно тут как я швыряюсь можно сразу выключать если интересно то есть мне чем поделиться это вот этот стол крутится очень очень просто легко просто вот это чуть потуже поперечная но шикарная правда из-за этого пришлось поднимать стойку все чтобы был то есть больше пространства для работы и сделал такие вот штуки они там снизу ух ты они так снизу такие гармошкой это тут я сам нарезал бритв кай это чтобы полозье то есть вот эти вот направляющие вот эти не царялись вот и сделал сегодня первый пробник сейчас покажу конечно показывает сложно он сейчас сохнет это орех я взял это я сечку сделал как видите неровно сама себя удивился как я так умудрился сделать вот показать конечно нет и получится показать там я выфрезеровал паз очень ровно фрезеруют шикарно и плюс еще направляющие чтобы крышка в шкатулку входило и плюс еще магниты магниты ставил для того чтобы она крепилась в общем но с магнитами у меня получился казус оказалось у них полярность имеется я же в детстве это знал об этом а сейчас как-то забыл и очень у меня так получилось что у меня она вот как положено вот так вот не закрывалась а скрывалась только совершенно другом на 180 градусов положений пришлось все заново ровнять все заново переделывать в другом положении потому что там уже на клею причем на мощном магниты вклеены но это только в плюс пошло потому что шкатулка стала ровнее то есть у нее были была разница по стенкам а теперь ее нет так что вот все что делается как говорится все к лучшему видимо так палачил вот такой фиговиной лак яхтенный яхонтовый но мне удобно лачить все здорово да но сохнет сверх долго почему бы не сделать какой-то лак цапон вот так баллончики это конечно странно то что они так не сделали какой-то долгосохнущий лак который до конца высыхает там минут за 30 они до конца три часа полный полный всыхание и вот я часто внутри и обработала снаружи то есть там тонким слоем таким протер его сразу чтобы разводов не было и сразу перевернул есть уже без протирки просто покрыл вот так вот что еще из новостей то сейчас покажу из новостей у меня там это я продаю столик пока только один звонок был по поводу его это если был в москве забрали и второй столик но это без тисков я тиски отвинчу китайской чисто китайской в общем чем он мне не понравился понравился мне цена вот цена прям понравилось понравилось прям а в остальном он жидковат для моих я люблю чтобы был четко ровно там шероховатость минимальная то есть там четкость движений вот это столик не дает этих вот веселых прибамбасов это я иногда бывает так поспешу чтобы не забыться то есть влево крутишь стол идет в ту сторону вправо в ту сторону я так-то помню но бывает ошибаюсь все таки и что еще я здесь отставил подшипники опорные с обоих сторон ах ты где же нас резко что все приехали в общем там подшипники есть и это чуть-чуть облегчило ход тоже даже не чуть-чуть а как следует но и это все не хватает а так уже 100 приходит уже то есть можно крутить они вот просто там силой проворачивать силы проворачивайтесь прямо как он только был из китая там да там надо было силы проворачивать вот его походу тоже буду на продажу вставлять подшипники снимать конечно уже не буду естественно раз поставила сниму только тиски вот что же у нас еще есть в принципе больше ничего нет вот с интернета срисовал вот такую штуку делать уже все закупил тут длинные гайки чтобы барашки туда вставлять и эти как там шпильки будут такие вещи делать вот шкатулочку который я делал подставку такую вот ее расчертил покрупнее не то первое не нравилось тем что она какая-то миниатюрная прям хочется помассивнее штуковину вот нарисовал по клинкам пока ничего путным сказать не могу сегодня уж подожду а завтра начну теребить того человечка которым дал вырезать он просто в шоке находится он не ожидал что стали будет настолько плотной и жесткой в отпущенном состоянии хоть и у 10 и он рассчитывал вырезать за несколько дней а получилось уже неделю режет и как не вырежет поэтому я пользуюсь случаем вот занимаюсь такими вещами пока он там мучается вот так вот ну что ж все все на сегодня так по мелочам рассказывать уже слишком долго и муторно все с новостями все до свидания спасибо за внимание